Официальный дилер Рено Триамоторс на Текучева 352А, телефон 201-3000. Сегодня ночью и завтра утром в Данской столице ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 22-24, утром до 21 градуса. Информация о погоде предоставлена порталом Яндекс.Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио Шансон Ты никогда слышишь, ты никогда не стареешь душа, не стареешь душа. Вы слушаете радио «Южный регион». Мы зарегистрированы управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области. Свидетельство ЛНРТУ 6100691 от 16 января 2012 года. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Хорошие радио, хорошие радио, хорошие радио, хорошие радио. Радио Шансон Шесть вечера в Ростове, в студии Илья Львов, с выпуском новостей. Здравствуйте. В нескольких районах Ростова хотят запустить трамваи. Об этом пишет ресурс 161.ру со ссылкой на администрацию Данской столицы. Сообщается, что генеральным планом Ростова предусмотрено соединить западную и центральную части города с микрорайоном Александровка и перспективными районами жилзастройки в границах бывшего аэропорта. Кроме того, городские власти собираются обособить трамвайные пути на улице Горького. В мэрии сообщили, что этот вопрос уже прорабатывается. 75-ю годовщину освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков отметят праздничным салютом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Посвященные памятной дате мероприятия будут проходить до конца августа во всех городах и районах Дона. Запланированы патриотические акции, автопробеги, творческие конкурсы и соревнования. А всем ветеранам и участникам войны направят именные поздравления от губернатора. Самым массовым событием станет военно-историческая реконструкция в Матвеево-Курганском районе. В ней примут участие более трех тысяч человек из девяти регионов России. Коменационным моментом станет салют, который состоится 30 августа во всех городах области. К масштабной праздничной кампании власти собираются привлечь максимальное количество жителей области, в том числе волонтеров, общественной организации, школьников и студентов. Горячая линия по вопросам выплат пособий семьям с детьми пройдет завтра в Министерстве труда и социального развития Ростовской области. Специалисты ведомства будут отвечать на вопросы ростовчан с двух до четырех часов дня. Они расскажут о том, как семьи с детьми могут получить пособие, а также пояснят, каким образом малообеспеченным категориям граждан оказывается адресная социальная помощь. Телефон горячей линии 234-00-99. О существующих в регионе мерах соцподдержки населения можно также узнать на официальном сайте областного Минтруда. Таковы новости к этому часу. В студии был Илья Львов, служба информации, радио Южный регион. Радио Шансон. Для лиц старше 12 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова